Молимся. Отец наш небесный, молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа в Духе Святом. Благослови, Господи, наше собрание около ног Твоих, Господи, около священных писаний Твоих, по которым мы только и узнаем, как нам жить. Даруй, Господи, нам, услышав, исполнить. Даруй, Господи, нам быть единодушными, единомысленными с Тобой, Господом нашим, по Слову Твоему Святому. Благослови братья путешествующих, благослови тех, кто находится в тесных обстоятельствах, сестру нашу надежду. Благослови, Господи, исцелением. И других тоже, конечно, очень тяжелое положение у нее. Ибо, Господи, даруй найти этот разум, который болезнью, Господи, по испытаниям Ты на время, думаем, отнял. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, продолжение Евангелия от Иоанна, 11 глава, с 1 стиха. Попрошу братьев нас подсоединяться с Истёром, задавать вопросы и расширять нашу тему на сегодняшний день. Молодежь тоже. Итак, начинаем. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 3 стихи. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого Ты любишь, болен. Толкование блаженного Феофилакта. Один только Иоанн рассказывает эту историю. Вот есть синоптические, у нас называется синоптики. Синоптиз – это схожесть, переводится с греческого языка. Это три первых евангелиста, они схоже рассказывают историю жизни Господа нашего Иисуса Христа и самих их учеников его рядом с ним. То есть то, что происходило. Его слова передают. Ну, допустим, у евангелиста Луки есть такие притчи, очень много притч, в 15-й, в 16-й главе, в 13-й, которых нету, допустим, у других евангелистов, даже синоптиков. А некоторые, как бы, притчи усеченные, другие, там, допустим, даже молитвы отче нашу Матфея Луки немножко разнятся они. Нагорная проповедь тоже немного разнится. Хотя, в общем, для спасения там все понятно и ясно написано. И за имя Христово будут гнать. Пришел к своим, свои его не приняли. Это, оказывается, относится и к тем, кто примет Христа, и их тоже не примут. Обо всем этом написано. И дальше продолжение будет того же. То есть, для спасения все было сказано. Для того, чтобы легче было отличать одних евангелистов от других, так как три евангелия схожи, Евангелие от Иоанна стоит особняком. Его, это Евангелие, сочетают с изображением орла. Почему? Потому что орел, он высоко парит, все видит. Ну, а зачем он парит-то, орел? Видит-то, что он? Добычу себе он видит. А так еще написано, что где труп, там соберутся орлы. Здесь мы говорим о том, что Господь на Голгофе, принесший нам спасение, нам с вами спасение принесший, открывший нам путь ко спасению в Царство Небесное на Голгофе, связавший сатану, значит, победивший грехи, наши грехи победившие, он безгрешен был, и показавший нам путь ко спасению, Господь истекал кровью своей. Терновый венец, это вот такие вот колючки, перевитые такие ветви с такими колючками, был надет ему на голову, тот, кто одевал, наверное, надевал аккуратно или в каких-то перчатках, вот так на голову, а потом тростью добивали ему вот эти колючки, чтобы они, конечно, вольжились. И представьте, здесь так вот кровь течет, бывает вот что-то такое, и кровь, она вот прям быстро начинает течь, и долго так течет вот с этих мест, вот здесь вот, если, не знаю, в голове как, у меня как-то не было, а вот тут вот, бывало, прям течет, прям по носу аж капает, и вот Господь, представьте, ему кто отирал-то, никто не отирал все лицо окровавленное, и вот эта плащаница, которая там лежит, ну, видели, наверное, плащаницу эту, как она называется-то еще? Туринская плащаница, да, совершенно правильно. И там, когда вот этот негатив-то, это не так давно было-то, в 1900 каком-то там, в 30-м году перед Второй мировой войной, когда ее негатив этот посмотрели, негатив, а на негативе лицо человека, и когда начали смотреть, оказывается, пятна идут, а потом взяли анализы, это после войны уже было, оказались, это кровь, ужас, и все это вот там, вся голова была в крови, в ранах, и там заушали Господа, заушали это такое старорусское название, бить, значит, заушать, ну, то есть обычно куда били, по уху, не умели драться-то, не было бокса, бить-то вот так не умели, что, ну, можно было ударить, но обычно вот так вот били, вот этим местом. А почему? Потому что кулак надо правильно складывать, вот этот палец, его нужно подгибать вот сюда, боксеры знают, ну, кто занимался. Если ты просто будешь бить, у тебя вот так палец безвольно будет вот здесь, то ты отобьешь себе этот палец, выбьешь, и все. А люди-то откуда они что знали-то раньше, не было этого, никто этим не занимался. И поэтому, да, вот так вот, да, били вот так, вот так били, вот это. И когда вот стенка на стенку показывают, русские люди любили, они вот так-то в лицо не били, они вот так махали, вот, вот так махали, или вот так махали. Не было ударов таких под дых, чтобы тебе вот сюда, вот в печень там, ну, как бы будем говорить, по-детски. Ну, там здоровые мужики были, как даст, так и по-детски и быка нужно угробить. Поэтому, и вот это заушение, то есть, и когда били, то получалось, я на сестре не хочу показывать, ну, на себе покажу, вот кулак, и вот так вот, вот получалось, вот сюда вот били. А могли в челюсть попасть вот так вот. Вот такие драки были, и поэтому заушение называется это. А заушение, это, ну, удар по лицу все равно получал. А если ты боком повернулся, тебе вот так пролетело. Да, видите, вот эти сейчас пощечины дают, стоят друг на друга и дают пощечины. Одна пощечина просто человек в нокаут сразу. Это возвращение к этому садизму средневековому, тому древнему. То есть, одна пощечина и нокаутом. Да, да, ну, я говорю, что, ну, можно так человека вот, вот без этого, без каких-то там умений там сильных, так долбануть, что... И вот Христа долбили. Вот что я хотел сказать. Он весь был изъязвлен за грехи наши, Господь. И поэтому вот все это вот отразилось, вот это вот все. И вот эта кровь, она, эта кровь стекала, вот из креста тоже стекала она. Мы говорим о кресте Господнем. Так. Что? Так, продолжаем чтение. Что-то я зашел сюда. А, я же про этих, про синоптиков говорил. Да, и вот орел. И теперь кровь-то, когда стекается, креста, она запах имеет. И орел этот, орлы, они этот запах как-то чувствуют в крови. И летят на кровь. И говорят, где труп, там соберутся орлы. И вот этот орел, это духовное повествование о Христе, рассказывает этот, вот этот запах крови Христовой, это благоухание на жизнь. И когда орлы эти собираются, кто воспрянет, воспрянет духовно горе, воспрянет мыслью своей, жизнью своей, то есть созерцанием и деятельностью. Созерцанием, то есть правильно мыслить о Христе, правильно о теле Господнем рассуждать и деятельностью, то есть добродетель приложить ко всему. Причем не один раз, а вот как начал, узнал о том, как тебе Господь показал себя и нужно родиться свыше. То есть теперь все время быть на этой высоте. Можно ли потерять рождение? Можно потерять рождение. Это называется кораблекрушение в вере. А, ну, если ты не теряешь, но согрешил, вот верующий не должен грешить, но ты согрешил. Что тебе остается тогда? Что? Остается что-нибудь или все? Покаяться. Покаяться. Тетя Алла, бывшая баптистка, видите, как у них там, это покаяние, да. Да, правильно, покаяться. Они верят даже в то, что наркоман может покаяться. Баптисты, протестанты, да, могут покаяться, верят, что наркоман может покаяться. Понимаете? А это практически невозможно. Ну, может, может. Может, если он все время в горе парит, как орел, и видит, где кровь Христова, и туда стремятся. Там соберутся, то есть, около Голгофы. Для чего? Почтить Господа, превознести те Отца, Сына и Святаго Духа в Духе Святом. Все понимать. Все понимать. Бог Отец над нами. Его никто не видел никогда. Вчера детям задаю вопрос. Показал им фильм «Сотворение мира», там, где Авраам рассказывает о том, как все сотворилось. И там детей тоже. И он берет, вы, говорит, не знаете Господа, вы, говорит, вот кого видите. И вот так раз откидывает, а там люди сидят, и он откидывает, лежит попона какая-то, ну, на ней там сидели. И он так раз ее, а там идолище, вот такой глиняный, бажок такой какой-то, ручки такие, ножки, глиняный. Он его так подцепляет, вот, говорит, вы что видите. Вот так показал всем, и так ловкенько бросил об камень, и он об камень ударился, и в эти, в эти, в колочки только рассыпался. И там дети сидят, и дети такие, ооо, отрыгнули. И я спрашиваю, вот мы сейчас посмотрели это «Сотворение мира», много там что видели, много. Там до того места, ну, как, он рассказывает, как Ной спас, ну, спас, Господь его спас в ковчеге. И все, и так конец. И я спрашиваю, вот много что видели, чего мы здесь не видели? А чего мы не видели здесь? Ну, все, о ком рассказывается это все? А они там потом воскресают в конце, мы, он, вы веруете в Бога, как я, Авраам. И все стоят «Веруем!» и «Веруем!» Я так «Веруем!» Вот так вот все, так, ну, чувствуется, и дети тоже там тоже «Веруем!» кричат. Я говорю, а все было, о ком рассказывано-то? О Боге, да? О Бога мы видели там или нет? Не видели. Вот. А почему? Вопрос. Никто не отвечает. Почему мы не видим Бога? Бог есть. Дух Бога не виден. Да? Сын судьи. И что, и что, что? Вот Авраам рассказал, они воскликнули «Веруем!» в Господа. Это что называется? Как это все называется? Ну, как это называется? Вера. А чего так всегда робко? Вера нужно вот так прям. Я верую! Вера! Вера! Иначе бы, если бы там Господь сидел вот так вот, то что в него веровать? Да вот он сидит, Господь. Все повернулись к нему, поклонились. Вот, Господи, ты перед нами. А это вера. Он просто рассказывает слова. Он раскинул сеть. Авраам. Он поймал всех, кто здесь сидит. Но они все его крови. Они все его знают. Он им дает еду. Перед этим показывают, как там они колодец копают. Нет воды. Воды, говорит, осталось на три дня всего. Такая толпа там, пятьсот человек где-то. Всех напоить надо, накормить. Авраам идет впереди. Господи. Молится. Все равно раздайте еду. Варите еду, говорит. Раздайте воду. Все. Ну, нету. Ну, то есть, давайте поглоточку там будем давать. Нет, давайте. И для того, чтобы поднять веру в народе. И потом Господь посылает там то, что надо. Все посылает. И колодцы выкопали. А потом поругались. А почему поругались? Нету единодушия, единомыслия. Нельзя Лоту было ругаться со старшим. Со старшими ругаться нельзя. Старших, если они верующие, нужно послушать хотя бы. Сразу не надо их ругать. Может быть, с ним поговорить, с этим старшим. Может, он добрый внутри. А душа, он мягко, как вата. Нужно быть единодушными, единомыслиными. Если мы в Слове Божьем ходим, то, я думаю, кто покается, а кто и просто изменится в нужную сторону. Вера остается. У нас есть покаяние. Тетя Алла, спаси ее, Христос. Она все время об этом думает и правильно делает. Тетя Алла, как ваши дети? Покаяние. А ведь не верно. Покаяние. Прошу ваших молитв тесно кругово. Прошу ваших молитв. Кстати, ваша, как бы сказать, внучка, получается, Яшина жена. Анастасия, да, по-моему? Да, Анастасия. Она ведет у этих же детей, у которых я вел, занятия ведет. Да. Для нашего интернет-содружества, ну, там, видать, свои у них там есть, она ведет занятия. Я, правда, не знаю, как она там что ведет, но видите, какое интересное кольцо-то пришло. Зайдите, послушайте, все выкладывается. А? Все занятия выкладываются. Сегодня у них был экзамен по книге Левит. Ух ты. Ничего себе, они что, Ветхий Завет идут? Да, они Ветхий Завет идут, Новый Завет. Ты даже не посмотрел. Нет, не смотрел. И Ветхий, и Новый. Это не мыть у них все страны. А почему Новый не ведет она? Ведет она и Новый, и Ветхий. А, ну, понятно. По книге Левит, ничего себе, экзамены даже еще. А я их решил экзаменовать, как они знают Дни Творения. Там есть подводные камушки, которые не каждый знает о них. И на них надо указать, чтобы они знали. Они изучали их. Знаете подводные камушки эти? Ну что, свет и солнце. Как там? Свет появился. Дальше что появилось? Солнце. Да, да. И из-за этого что? Ну давай, сначала что? Свет. Свет. Потом дальше что? Вода была. Ну, вода была, да. Свет. Потом следующий. Второй день что? Твердь. Твердь. Отделил, да, Господь? Твердь. Третий день у нас что? Солнце и Луна. Солнце и Луна, да? Третье. Так? Ну, по идее-то, логично так должно быть. Ну, это нет. А, логика не действует здесь. Это подводный камушек. Что у нас? Травы и растения. А четвертый это Солнце и Луна. И звезды. А четвертый Луна, Солнце и звезды. И теперь еще последний подводный камушек. Пятый день. Что у нас? Пятый день. Что у нас? Вулканы, наверное, да? Жемотки. Молнии. Рыбы. Рыбы. И еще по-церковно-славянски большие змеевы. Большие змеевы. Присмыкающиеся называются. Да, по-церковно-славянски большие змеевы. По-моему, попонятнее, да, немного, чем присмыкающиеся. Рыбы. Присмыкающиеся и все. А кто первый? Курица или яйцо появился? Курица. В какой день появилась она, курица? В шестой. В шестой. Видите, подводные камушки. А у нас дети. Дети, конечно, не знают. Надо все говорить. В пятый день появились они. И сейчас ученые мыслят. Вот эти кости динозавров перебирают. И сейчас динозавры, у них классификация. И у них классификация такая. Динозавры, которые звери подобные. И динозавры птицы подобные. Вот которые на двух лапках ходят такие. Это птицы подобные динозавры. Не летающие. Не летающие. Как раз летающие к летучим мышам относят их там. А которые вот ходят на двух ногах. У них точно, вот когда фильмы всякие снимают. То берут куриц. Страусов, куриц берут. Их походку. И вот эти фильмы, которые там показывают. Динозавры там для детей. И вообще для взрослых там ужасные такие. Походка у них птичья. Пятый день. Итак, пятый день. Рыбы. Присмыкающиеся. Большие змеевые. И птицы. Птицы полетели. Пятый день. А в шестой день. В шестой день. Там тоже есть подводный камышек. Подводный камышек тоже есть в шестой день. Не каждый это замечает. Что сотворил Господь в шестой день? Кого? Животных. Животных. Каких животных? Там много чего расписано. Млекопитающих. Млекопитающих. Молодец. Вот тебе пять ставлю. А других не сотворил. Нехорошие. Там кстати написано. Присмыкающиеся гады. Опять. Двадцать пять. То есть там присмыкающиеся. Большие змеевые. Говорит там циклон-ославянский язык. По-русски. А здесь опять присмыкающиеся и гады. Сотворенные. И животные. Написано. Скоты и полевые звери. Что за отличие? Что такое? Скоты. Кто там скот у нас? Домашние. Это домашние все. Все домашние. Коровые. Вот говорят собака и из волка получилась собака. И фильмы там снимают. Такие трогательные. Там как волк перерождается и становится собачкой хорошей. Нету этого. Волки не перерождаются. Как и обезьяны. Если много трудятся там. Что-то вырезают. Что-то они там пекут. Они не становятся человеками. Почему? Да они не могут ни вырезать, ни печь. Ничего они не могут. Одну палку берут и. Хо-хо-хо-хо. С палкой вот бегает. Все. Это до конца дней ее. Как она при Дарвине бегала с палкой, так и при нас. Уже 300 лет бегает все с палкой. Да, но они-то сказали, что труд из обезьяны сделал человека. Но нету, не трудится обезьяна. Вот банан есть, она взяла, ест. А допустим, чтобы вырастить банан, этот может только человек. И поэтому домашнее животное обезьяна или не домашнее? Конечно не домашнее. Это понятно, что она не домашняя. Животное, животное. Этих обезьян едят только так. Я смотрел, как там белый здоровый. Он такой, ну, метр девяносто где-то. А эти в Амазонке, которые живут в Южной Америке, племена. Вот такие махонькие, там метр десять. И они повели его на охоту. У них такие трубочки. И подвешены вот так как-то у них тут. А, нет, в чем-то. Такие иголочки. Ну, вот из этого терновника. И они эту иголочку вытаскивают. Какую-то срывают. Такой пуховичок, типа как хмель. Вот так приставляют. В эту трубочку засовывают. А перед этим у них колбочка такая маленькая. И там из чего-то сделано. Из глины какой-то. Окунают. Это яд. Яд с жабы берут. Жабу драконят. Она такая раздувается. И потом под кожей у нее образуется вот этот яд. Они прямо так протыкают. И наполняют себе вот эти. И потом. И он парализует на некоторое время. И вот так из этой трубочки попадает в обезьяну. Обезьяна падает. Они ее добивают. Обезьяна как человек натурально. Снимает с нее кожу. И вот это вот. Когда сняли с нее кожу. Она точно человек. Мышцы эти. Лапки. А потом поджарили. И сидит руку прям ест обезьяню. Лапу вот эту переднюю. А она как рука у человека. И он так обсасывает. И они ему подают. Это самые вкусные вот эти вот места. И показывает это все. Думаю. Господи. Как ты велик. Дарвину то что не показали. Вот твой человек. Вот он. Обезьяну он человеком решил сделать. Вот. Господь сразу сотворил человека. Сразу. Никакой эволюции не было. Да он только теорию уже выдвинул. Нет. Нет. Он не теорию выдвинул. Он написал. Он написал историю видов. Конкретно. А потом эволюция видов называется. Доказать то он и не доказал. Как не доказал. Он все доказывал. Это его. Это его не теория. А его доказательство. Того что. Как все произошло. Вот он так это видел. По Дарвину. Дарвина. Вы мало знаете Дарвина видать. Вы почитайте о нем. О Дарвине. И это он. Это его труд. Как эволюция. Труд. Из обезьяны. Сделал человека. Это я прямо цитирую его труд. Происхождение видов путем естественного отбора. Это первое его. 59 год. А дальше 72 год. Посмотрите что там. Как называется. Молодец. Как называется его эволюция. Как происхождение из обезьяны человека. Конкретно. Прям так и называется. Ты говоришь доказал. Как доказал. Даже мушки дрозофилы берут. Это они могут нанести. Он доказал тем что вот там птичка которая живет в Англии. У них клювик вот такой. А он на галапагосах. Это на другой стороне света. Увидел птичку такую же. Только у них клювик вот так защемлен. Теория. И он сказал. Это эволюционировала птичка. То есть ей там надо было вот такое иметь. Потому что букашек вот так доставать надо. А здесь ничего не надо. Прямо семечку взяла. То есть это эволюция произошла. А сначала птичка была такая как в Англии. Потому что Англия она была центр мира. Понимаешь. Вот и все. Шовинизм и национализм называлось. В голове. У Дарвина. Сначала выдвигают теорию. Теорему. А потом ее доказывают. Много лет могут доказывать. И есть теорема. Ты хочешь Дарвину уже сказать? Он уже в могиле. Он только в теории это все написал. Какой че? Ну это некая математика. Это чем ты говоришь? Это ты ему хочешь доказать, что у него теория. Он. Это его весь смысл. Весь смысл жизни был у него. Он в это верил. Он в это верил. Ну и что ты нашла там? Ты вообще что смотришь? Видите, посмотри. Происхождение человека и половой отбор. Изменение домашних животных и культурных растений. Вот три, которые тут основные. И происхождение видов. И все, да? Так, ладно. Мы же не про это говорим. Давайте конкретно потом мы можем занятие по Дарвину делать. Игнатий Ильич подключится. Он Дарвина любит. Он считает, что Дарвин. Он просто пошутил и все. Шутник такой. Итак, вот синоптики. Мы про синоптизм говорим. Вот три евангелиста. Матфей, Марк и Лука. Говорят нам об одних событиях практически все. А Иоанн. Почему? Потому что первые три были написаны в течение первых 15-20 лет Евангелия. Начиная с 5, ну где-то через 4-5 лет написал Матфей. Причем он когда писал, мы видим там очень много вставок о евреях. Считается, что вообще было это на арамейском написано. А потом были уже на греческих языках Лука, так как он скорее всего был близок к язычникам, через язычников. Марк. А Марк был через апостола Петра, который в Рим пошел. Поэтому нужно было на греческом языке. И последний евангелист Иоанн пишет уже приблизительно через 25 лет, может 30 лет. Теперь написано вот это Евангелие. И поэтому то, что не вошло в первых трех в историю Христа, он вспомнил и написал. Ну, Духом Святым, конечно, нужно было именно так сделать. Продолжаем. Один только Иоанн рассказывает эту историю. Рассказывает же для того, чтобы научить нас не соблазняться. Если какая-нибудь болезнь постигнет людей усердных и боголюбезных. Ибо Лазарь был друг Христов, однако же и он был болен. Нужно знать и то, что сия Мария, помазавшая Господа миром. Кстати, он был не очень старый еще, Лазарь, помазавшая Господа миром. Не была блудница, упомянутая у евангелиста Луки, 7 глава, 7, 50 стих. Не женщина, которая упоминается у евангелиста Матфея, 26 глава, 7 стих. Там приходила женщина, помните, там написано блудница, и он говорит, говорит евангельские слова. Она подходит, слушает его и потом опускается, начинает миром поливать. Мира это то, что батюшка помазывает маслом. И там запах такой вкусный. Это как масло мира. Только это как его варят. Даже оно не как масло, оно как свола называется на самом деле, но оно как масло. Вот из куста вытекает она. Надрезают его, и вот капля появляется, они собирают очень маленькие мировары. Мировары это варят миро такое, для священодействия. А это вот прям с трав, с разных растений собирают. Они разные были вкусом, разные были, запахом, то есть вкусом. И они не для этого. Они были тогда как одеколон сейчас, или как духи. Вот они для чего были. То есть оно было дорогостоящее тоже. Очень дорогостоящее. Кто-то спешел, собрал, значит, это много труда. Ну, конечно, там, ну ты вот собирала живицу с пихты. Я вот собирал для того, чтобы лечиться, живицу с пихты. На пихте вот такие маленькие-маленькие шишечки. Пихта в ней кора полностью покрывает. Она не ель. Ель, как у сосны такие вот. А пихта полностью покрывает, как береза. Вот такая у ней кора. И на ней такие маленькие шишечки. Если его проткнуть в определенном месте, в определенном под низ надо вот туда. Она как бы нависает, как пивной животик у человека. Вот так туда раз. И вот чуть-чуть вот так сверху давишь. И оттуда капелька, маленькая капелька. Чисто, чистой смолы. Такого нежно, ну, как солнечного света. Вот такая она. И вот потихоньку выдавливаешь, эту капельку собрал. Собрал очень, я тебе скажу, муторно. Я просто в тайге работал. И вот там, допустим, месяц работаю. И я собираю вот такую колбочку всего. Ну, там сколько, 30 грамм собирал. И долго так служило, очень хорошо. Раны заживляют любые. Любые отлично заживляют. Даже страшные раны у людей были. И я им давал вот это вот. И вот так потихонечку мазали. Там раны вот такие прям на бедре гноящиеся. И все это, ну, в течение недели заживляло. Вот. И, ну, то же самое мы видим и здесь. Вот такая очень дорогостоящая смолка. Но иная, не блудница, но честная, боголюбезная и усердная. Мы видим, что Господь приходит к ним. Мария сидит у ног, ну, помоложе. А Марфа суетится и заботится о многом. А суетилась-то еще она. Приготовить Господу хорошую трапезу. Лепешки там, видать, осетинские, что-то такое стряпала. Заваривала какой-то там кофе вкуснейший. Там на молоке козьим что-нибудь такое. Сыр взбивала свежий, масло, наверное. Ну, как помните, Авраам встретил Господа Троицу. Трех странников когда. Сам побежал, взял хорошего козленка молодого. Сам его разделал, приготовили. 90 лет бегал. Ну и натикнулся. Смотри, он тоже бегает, правда, готовить не любит. Ну и да ладно, зато он говорит хорошо. Ну и работает. Не женщина, по-моему, эта усердная. Но она заботилась о принятии Христа и служила Ему. Как сам Иоанн потом в 12 главе во втором стихе свидетельствует. Господь о ней же свидетельствует, что она избрала благую часть как замечает евангелист Лука 10.42 в 10. Сестры сии были так чудны и достопочтенны, что и Лазарь сделался известным более из-за них. Чудно. 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 Ибо Лазарь, сказано, был из Вифании, из селения Марии и Марфы. Почему же они посылают звать Иисуса? Они идут к Нему сами. Подобно сотнику и цареву мужу вопрос такой. Ответ. Потому что они крепко надеялись на Христа. Потому что они были слабые женщины. И неприлично было им выходить из дому. Потому что и они одержимы были скорбью. И заняты были заботой около брата. А что они сделали так не по небрежению? Это оказывается из последующего. Ибо они оказывают Христу великую честь и уважение и приносят твердую молитву. Вот как говорят. Вот кого ты любишь. Говорят. Так для того, чтобы именем дружбы, вернее, преклонить Господа к состраданию. Преклонили. Такое выражение этих жен обнаруживает и некоторую веру их. Они так уверены в величии силы Господней, что для них удивительно, как болезнь коснулась человека, любимого им. Почему ты сказал, что Лазарь старый был? Я сказал, что он не был старый. Я сказал, что он был не такой старый. То есть он не молодой? Да, конечно, не молодой был. Ясно, что он был старший брат у них, а не младший. Поэтому и заболел. А, это вот мой. Поэтому и заболел. Ну, пришел возраст. Они тогда быстро люди болели. Все, руками своими работали, ногами ходили. Автобусов не было. Подвезти куда-то или что надо куда-то идти. Вперед, давай иди ногами. Но если хочешь, чтобы какое-то животное тебя везло. Коней, это дорогое удовольствие в Иудее было. Коней считают для военных там нуж каких-то. А пахали там на каких-нибудь валах там. Устники. Да. Ну, у них такое было приблизительно, как в Индии. В Индии вообще коней не знали. Коней туда привезли уже европейцы. Через Европу, через Азию. Коней. Тоже там валы. Валы такие рогатые, огромные. И вот они все на валах. Ну, и вообще конь, он такое резвое существо. И вот как его приучили к войне. Ну, вот к войне приучили. Оказывается, для войны еще надо было стремена, чтобы были седло. А так тяжело было держаться. И вот конницы, когда образовалось полное, то монголы захватили весь мир, будем говорить, практически. Если бы не Русь, которая перед ними встала, то захватили бы. Русь сильно оказала сопротивление. И они везде привыкли без больших потерь идти. Китайцы сразу сдались. Эти державы Раджи там все было раздроблено, поэтому. А вот русичи оказались не по зубам, как и многим. Это говорит о том, что сила силу ломит. Если, говорит, нет приема, если нет другого лома, который побольше. Вот Россия такая вот крепкая. Не надо против России идти было. Не было коней в Иудее. Не воинственные были. Когда были кони, а кони были при Давиде, вспоминайте, при Сауле начали их привозить из Египта. А Господь еще в книге Исхода говорит о том, что не привозить коней, не заводить. Помните? Закон был. Не заводить коней. Почему кони для таких вещей, которые, ну, кони быстрые там и так далее. То есть, что его содержать просто так? Он должен свое дело делать. А что свое? Захватывать территории. Так ногами пока ты пройдешь. А на коне ты туда-сюда, быстренько везде успеешь. Враг твой опоздал, ты прибежал. Сверху до коней он еще вот так вот копытами бьет. Сейчас коней начали использовать, видно, везде. Даже в Москве там у них, сейчас сколько там сказать, 50 что ли конный полк. Из них там что-то 30 конных полицейских и женщины там есть управляют. Это конь такой величественный, действительно, по улице. Даже машина стоит, он такой высокий. А тут еще с пистолетом, даже если женщина. Ну, сейчас он, конечно, гвардейцы там, он сейчас от формы делает. Ну, то есть, мы это сейчас сами видим, что это величественно. А тогда это было вообще величественно, конечно. И поэтому, если хочешь куда-то перемещаться, вот тебе яшачок, ослик какой-то там. И трусишься на нем. И люди поэтому быстро старели, быстро. Все нужно было самим и воду таскать, где-то носить. Причем не просто там колодец, если был. А вот поминается в Библии все время, в Евангелии. Поток кедрон. Что такое поток кедрон? Поток кедрон. Сразу поток, это что-то такое течет, там бетонные какие-то сооружения. И кедрон, и кедры стоят вокруг. Поток кедрон. Поток кедрон это родник, даже не ручей. Потому что нету там гор таких. Просто там скалы, выходы скал. И понятно, что методом физики, каких-то молекулярных соединений. Вот так как там скалы, в скалах много трещин. И когда перепад температуры, ночь, день. И там температура, перепады идут. И вот на скалах адсорбируется через молекулы, через атомы адсорбируется роса. Эта роса вся соединяется вместе. Это постоянно там происходит. И стекается где-то. И выходит, называется это у нас родник или ключ. Родник. И это просто родник течет. И по пути, там еще могут быть родники, собираются и образуется какой-то там ручей. Называется, они назвали его поток. Ну так перевели поток. Потому что откуда течет, непонятно. Вот этот Моисей, Господь ему сказал ударить скалу. Он подошел, ну там сказал лишние слова. И ударил. И стал поток. Короче, вот. Потекло. Потекло. От слова потекло. Поток от слова потекло. И вот потекло, и они напились. И он до сих пор течет. А я видел, как перемещаются они по пустыне. Это удивительно. Вот как можно пройти там пустыню Сахару. И этот человек туда приезжает платить деньги. Там сам. Подарков там старейшинам. И живет в их племени. И вместе с ними ходит везде. И потом, когда ходит по этой пустыне вместе с ними. Ему дают там допустим 14 дней, 20 дней. Чтобы он акклиматизировался. И с какими-то там людьми. Караван там небольшой, верблюды. Пройти эту пустыню. Там допустим идти нужно 2 недели. Чтобы куда-то в какое-то племя попасть. Одни пески. И вот они. Воды не хватит с собой. Вот как верблюдов поить и так далее. У них там такие хитрости есть. Вот просто вот идут. Вот пески и скалы стоят. Ничего нету. Ну где вода? Не кустарника. Они подходят к этой скале. Ложиться. Он вот так ложится прямо. Вот так ложится. Вот так руку туда протягивает под скалу. Там какая-то щель. Вот так вот вытягивает. Вот такой длины тростинка. Ну как тростник. Он ее туда вот так подсовывает куда-то. И вот так начинает сосать. И вода пошла. Пьет. Наполняет там себе бурдючок. И так далее. Как они узнали что там вода есть? Туда же как-то надо было еще вот это. Туда же ничего не пролезет. Вот именно эту тростинку с собой притащить туда. Когда? Это говорит у них там века уже. Все они это узнали что там есть вода. Кто-то или услышал что там что-то капает, течет. Животные. Нету никого. Какие животные? Нету никого. Собаки. Какие собаки? Нет у них никаких собак. Ты что там все вымрут. Там верблюды. И коровы у них такие странные. С такими рогами. Такие мелкие. Ну такие ничего. Костлявые. Но костлявые. У них как-то вот тут. Вот здесь прямо висит. Как у индийских. Что-то типа такого. Но они их так содержат. Вот эта лепешечка. Она быстро засыхает. И поэтому они не в говне. Как у нас. У нас-то не за... У них там под солнцем. И они эти лепешечки все аккуратно собирают. И у них прям... Они вместе с глиной мешают это. Потом обмазывают свои хапки. У них такие как халупы. У них такие как халупы. То есть вот то, что Господь создал человека с таким разумом. Это великое чудо. Величайшее чудо сам человек. Как он управляется с этими животными. Ну поэтому просто подивимся мы этим чудесам Господним. Которые Господь нам показывает. Слава тебе Господи. Я вот пока не уверовал. Я не видел этих чудес. А есть люди вот неверующие. Там смотрю так документальные фильмы. Иногда интересно посмотреть. Показывают про женщину. Живет просто женщина. Двое детей у нее. Ну это 40 лет ее. Она врач сама. И вот она занимается художественным деланием. Что она делает? Она разные фигурки делает. Лепит их сначала с пластилина. А потом выливает. Вот такая... Ну есть специально это. И прям фигурки такие интересные. Такие красивые. Вот занимается этим. Рассказывает о том, как она любит свой город. Как она любит природу. Вот сидит просто в окне и говорит. Вот давайте сейчас заметим. И можно это вот в творчестве воплотить. А пацаненок у нее на балалайке играет. Тоже маме помогает. Верующая или нет? Нам не сказано об этом. Я думаю неверующая. Ну очень интересно. Вот сама... Вот само направление. Вот этого... Это души человеческой. То есть она хочет увидеть вот в мире нечто необычное. Чтобы потом поделиться с другими этой радостью. Но видно, что она такая тоскавняя. В глазах все равно. Без Бога это вот когда, чтобы другим поделиться. И радостью спасения твоего. То есть не просто так Господь это сотворил. А чтобы другие люди пришли через это. Порадовались. Ну почему мы детям стараемся, чтобы они вот у нас... Видите тут мир библейский. Библия глазами детей. Вот как они последний раз рисовали что-то давно уже. Не рисовали. Выросли дети. Даже не здороваются с нами. Ну думаю, что это Господь нам показывает тоже свое чудо. Что верующими не рождаются. Вы трудились? Продолжайте трудиться. Это не так, чтобы раз и все бросить. Нет. Мы созданы для того, чтобы постоянно творить добрые дела. Написано. Так, все. Вопросов нет? Молитесь. Так, помолиться брат Валерий. А, Валерий. Ты молился же? Да. А тогда Юлия помолится. Достойно есть я, кого истинно. Блажите тебя, Богородицу. Присноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога, наша дочь, честнейшую Херувим. Ты славнейшую без сравнения с Серафим. Без искрения Бога, Слово Родшую. Сущую Богородицу тебя величайя. Благодарим Господь за это занятие, которое позволил провести нам. Благослови путешествующих Игнатия и с ним входящихся братьев. Распекти нас с миром, дару жить свято и чисто по воле Твоей святой. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Тебе, Боже. Позвоните, пожалуйста, где братья у нас.